В этом видео я покажу тебе самую большую ошибку Эйнштейна, и для этого потребуется всего лишь элементарная математика, расстояние равно скорость, умноженное на время. Это действительно легко понять. Мы рассмотрим основы или первые принципы, которые Эйнштейн использовал для создания своей специальной теории относительности. Давайте позволим Илону Маску описать важность использования первых принципов мышления. Я думаю, что также важно рассуждать, исходя из первых принципов, а не по аналогии, не так ли? Первые принципы — это своего рода физический взгляд на мир. И на самом деле это означает, что вы как бы сводите все к самым фундаментальным истинам и говорите «хорошо, а что, уверены ли мы в том, что это правда?» Или уверены настолько, насколько это возможно, и тогда давай рассуждать здраво. Абсолютное пространство и абсолютное время являются фундаментальными или первыми принципами того, что известно как классическая физика или ньютоновская механика. Эйнштейн придерживается противоположной позиции, утверждая, что абсолютного пространства и абсолютного времени не существует. Это дало бы ему возможность создать свою собственную физику. Это физика относительного пространства и относительного времени. В статье Эйнштейна 1905 года он избавляется от абсолютного пространства, говоря, что оно не требуется. И он избавляется от абсолютного времени, утверждая, что существует нечто, называемое «относительной одновременностью». Первое уравнение движения, которое Эйнштейн использовал для построения своей теории относительности, это расстояние, скорость и время. Мы сосредоточимся на уравнении первого принципа, где расстояние равно скорость, умноженное на время, чтобы увидеть, как Эйнштейн избавляется от абсолютного времени. Итак, в теории относительности Эйнштейна нет понятия абсолютного времени, потому что существует относительность одновременности. Так что же это значит? Два события являются одновременными, когда они происходят в одно и то же время. И давайте предположим, что это прекрасно работает, когда вы стоите неподвижно и наблюдаете за развитием этих событий, но если вы будете двигаться, когда произойдут эти события, тогда одновременные события произойдут в твоем прошлом или в твоем будущем. Что? Вот мы стоим неподвижны и наблюдаем, как одновременное событие вызывает неупругую деформацию, иначе известную как крушение поезда. И говоря о крушении поезда. Когда вы применяете относительную одновременность к этому сценарию, люди, которые движутся мимо нас, увидят, что это событие произошло в другое время в их жизни. И это не просто очевидно или какая-то иллюзия, но Эйнштейн утверждает, что это реально. Движущиеся наблюдатели каким-то образом создадут копию этого события и увидят, как вагоны поезда сминаются в совершенно другое время. Эйнштейн создал концепцию относительной одновременности в разделе 2 своей статьи, и это уравнения, которые Эйн использует для отмены абсолютного времени. Это всего лишь уравнение расстояния, равно скорости, умноженные на время, и они описывают половину цикла движения вперед и половину цикла назад в этой анимации. Итак, основываясь на задаче из двух слов, которую создал Эйнштейн, это уравнение прямого полупериода, а это уравнение обратного полупериода. Теперь S это постоянная скорость света, но Эйнштейн, похоже, меняет ее, используя отрицательную скорость или положительную скорость. Это немного вводит в заблуждение, поэтому нам нужно изменить эти уравнения таким образом, чтобы скорость была просто постоянной скоростью света. Вы можете приостановить просмотр этой страницы и просмотреть алгебру перестановок, но теперь у нас есть только скорость света, где и должна быть скорость. И с помощью перестановок уравнений мы можем увидеть, что эта буква V на самом деле является расстоянием. Теперь мы можем видеть, что эти два уравнения просто показывают нам изменение расстояния, потому что буква V здесь означает просто скорость или метры в секунду. А затем это изменение во времени составляет всего несколько секунд. И они сводятся к нулю, так что у нас просто есть счетчики плюс счетчики. А теперь скажите, каким образом изменение расстояния в уравнении расстояние равно скорость, умноженное на время, приводит к отмене абсолютного времени? С точки зрения основных принципов, это действительно кажется немного нелепым. И если бы это было правдой, то одно это стоило бы Нобелевской премии. Здесь что-то не так. Так какой же вывод Эйнштейн сделал из этих уравнений? Наблюдатели, движущиеся вместе со стержнем, таким образом, обнаружили бы, что эти два хода часов не синхронны. Это означало бы, что текущее время не совпадает с текущим, и это из-за скорости движущегося стержня. В то время как наблюдатели в стационарной системе объявили бы, что часы идут синхронно. Другими словами, они были бы равны. Давай взглянем на это еще раз. У нас есть стационарный источник света и неподвижный наблюдатель, а затем движущийся стержень. Свет проходит одно расстояние, а затем второе, и это не одно и то же, и мы полностью понимаем это из этих уравнений, где свет проходит два разных расстояния. И, конечно же, если свет распространяется с постоянной скоростью, но при этом вы измеряете два разных расстояния, то в этот раз все будет по-другому. Я имею в виду, что в этом есть полный смысл. Если мы позволим свету вернуться к стационарному источнику, то, конечно, он пройдет одинаковое расстояние как в прямом, так и в обратном направлении. И время будет идеально синхронизировано. Окажется, я понимаю, что он пытается здесь сделать. Зачем Эйнштейну менять постоянную скорость света, если он заявляет об этом прямо здесь? Хорошо, смотри. Представь, что ты находишься внутри движущегося вагона поезда и наблюдаешь за этим световым импульсом. Ты видишь, как он проходит по всей длине вагона, а затем отражается обратно к другой части вагона. И тогда ты видишь всю перспективу со стороны человека, стоящего на тротуаре. Какой же ты хитрый, хитрый, Альберт. В результате получается, что если вы хотите, чтобы длина движущегося стержня оставалась постоянной, то вам необходимо изменить скорость света. Если вы хотите, чтобы скорость света оставалась постоянной, то должно быть изменение расстояния, но вы не можете делать это одновременно в обоих направлениях. Я имею в виду, что это просто смешно. А теперь, может быть, кто-нибудь скажет, что он использует принцип относительности, чтобы прийти к такому выводу, и это действительно так. Просто это неправильно, потому что это было бы самой недоделанной реализацией принципа относительности, и позвольте мне вам это показать. Теперь у вас есть стационарный источник излучения, но с точки зрения движущегося наблюдателя, вы получите другой результат. А теперь скажите, что бы вы сделали, чтобы реализовать принцип относительности в этом сценарии? По сути, это означает, что мы просто перевернем ситуацию с ног на голову. Если ваш источник излучения неподвижен во время первого сценария, что произойдет, когда вы реализуете принцип относительности? У вас получилось. Источник излучения переключится на движущуюся рамку. И теперь именно неподвижная рамка дает результат, отличный от того, который выдает источник излучения. Опять же, исходя из первых принципов, если вы хотите, чтобы длина движущегося стержня оставалась неизменной, и вы требуете, чтобы скорость света оставалась постоянной, то это время будет равно этому пора. Но если ты хочешь, чтобы время каждого из этих циклов было разным, а длина движущегося стержня оставалась неизменной, как утверждает Эйнштейн, тогда ты должен изменить скорость света. И мы все знаем, что это уничтожило бы эту теорию. И вывод Эйнштейна здесь основан только на том, что излучающий источник света находится в неподвижной системе, но приложен к движущемуся стержню, и это движущейся стержень. Это на самом деле приводит к изменению расстояния. А вот в этом абзаце он отменяет абсолютное время, основанное на изменении расстояния. Он просто ошибается. Но если он ошибается, то как же он использует основные принципы для получения движущихся часов, от которых зависит теория относительности? Во-первых, он называет движущиеся часы греческой буквой ТАУ. Затем синхронизируются неподвижные часы и синхронизируются движущиеся часы. Он запускает анимацию расстояния равно скорость умножения времени, с которой мы знакомы, а затем делает это заявление. И вот оно в наглядной форме. Итак, теперь мы находимся в движущейся системе, и кажется, что скорость умножения расстояния на время работает идеально. Что полностью противоречит этому уравнению, расстояние равно скорость умножения времени. Там, где он говорит, что наблюдатели, движущиеся вместе с движущимся стержнем, таким образом обнаружат, что два хода часов не синхронизированы. Так вот, это отличается от этого. И теперь это волшебным образом работает. Время движения вперед равно времени движения назад. Но ты уже знаешь, почему это работает. Эйнштейн поместил источник излучения в движущуюся систему. Итак, теперь у нас есть именно такой сценарий, когда движущийся источник излучения оставляет неподвижного наблюдателя позади. А вот и анимация. Таким образом, вы можете видеть, как меняется расстояние между неподвижной системой координат и движущейся точкой Х. Это все та же проблема изменения расстояния, с которой мы сталкивались раньше. Давай посмотрим еще раз. Мы находимся в движущейся системе координат, а стационарную систему оставляем позади. А вот уравнение в форме расстояния равно скорость, умноженная на время. И старое значение расстояния в RAB по сути только что изменилось на это. И у нас все та же проблема с изменением расстояния. Так как же Эйнштейн использовал эти первые принципы для создания вывода движущихся часов? Это просто. Он изменяет скорость света в функции движущихся часов. Таким образом, Эйнштейн изменяет скорость в соотношении расстояния равно скорость, умноженная на время, и это противоречит его принципу постоянства скорости света. А также перемещение излучающего источника света в движущуюся систему отчета напрямую противоречит его утверждению, что движущиеся наблюдатели не видят синхронного времени. Так что в качестве эксперимента я разместил это на Reddit, что является лишь уменьшенной версией самой большой ошибки Эйнштейна. Как ты справляешься с этим изменением расстояния, не вмешиваясь в скорость света и не используя основные принципы? Итак, после 7000 просмотров и множества комментариев, ответ был в основном таким, ты не можешь. Защитники Эйнштейна сказали, что нельзя прийти к теории относительности, используя расстояние равно скорость, умноженное на время. Вот это уже безумие, потому что я не думаю, что они понимают, что они на моей стороне. Я имею в виду, знают ли они, что Эйнштейн утверждал, что вывел теорию относительности из соотношения расстояния равно скорости, умноженной на время. Ну что же, я думаю, ты все еще можешь продвигаться вперед с теорией относительности Эйнштейна. Тебе просто нужно осознать, что ты считаешь абсолютное время неправильным. Ты постулируешь или предполагаешь, что относительное время имеет фундаментальное значение для Вселенной. И за 115 лет так и не было проведено ни одного эксперимента, подтверждающего специальную теорию относительности Эйнштейна. И когда я говорю, что специальная теория относительности Эйнштейна — это псевдонаука, я не просто привожу какие-то субъективные доводы. Я утверждаю, что большинство людей в мире ошибочно считают, что специальная теория относительности Эйнштейна основана на научном методе. Все наши экспериментальные данные устанавливают систему координат в состоянии покоя, и установка этой системы координат противоречит специальной теории относительности Эйнштейна. И небольшая благодарность нашим научным и математическим модераторам на Reddit за вдохновение для этого видео. Спасибо, что посмотрели. Тебя. 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 Продолжение следует...